Библейский портал экзегет.ру представляет книгу «Исход», и на прошлом занятии мы рассмотрели 35-ю главу, где дается повеление о устройстве скини, где избирается уже и ранее был избран, как мы видели в 31-й главе, весельил, то есть человек, умудренный сердцем для этой работы. Действительно, это немаловажно, когда мы видим это указание, не каждый человек способен к устройству, и не у каждого есть любовь к архитектуре, как это правильно устраивает. Совершенно очевидно, когда мы смотрим на красоту наших православных храмов, что это все непросто, это действительно сделано с такой любовью, как сказано, по образу небесному, и действительно каждый человек избирается для этого служения особым образом. Как-то я был в миссионерской поездке в Оренбургской Метрополии, и я там видел удивительный храм, который новый, построен совсем недавно, и когда я зашел в этот храм, то царские врата там были сделаны из дерева, из древа, и там, естественно, икона Благовещения, и такое вот древо позолоченное. Действительно, в этом такой удивительный смысл, как мы читаем в Ветхом Завете, что это все про образы, то есть мы помним, что именно от древа познания добра и зла, люди, вкусив, соблазнились, хотя до определенного времени и определенного мира духовного возраста они должны были остерегаться, вкушать от этого древа, но золото в Священном Писании всегда указывает на мудрости ум. И вот люди, дойдя до определенного возраста, они должны были вкусить от этого древа, чтобы познать божественную мудрость и возрастать в Божьем промышлении, в Божьем разумении. Но, как мы видим, люди отступили. Вот этот образ на царские врата, когда это было древо такое золотое, он указывает, злато всегда, как мы и в дальнейшем увидим, указывает на город небесный. Такой удивительный, сильный, мощный образ, и я подумал, что человек, который это делал, он, наверное, очень внимательно, тщательно изучал книги Священного Писания, особенно, что касается книги «Исход». Итак, мы далее с вами, да, и вот сами царские врата, если так чуть сказать о них, то когда они открываются, такой вот вход в Царствие Божие, что для нас стало закрыто, и теперь мы как бы взираем на только то, что в некоторые моменты литургии для нас становится сокровенным. Итак, далее мы с вами читаем 36 главу. Подробности, как были сделаны покрывала, брусья, шесты и завесы скинии. Сказано, что «и стал работать Веселиил и Агалиаф», то есть это люди, которые избраны, как мы сказали, о них сказано, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. Мы видим здесь такой силологизм о этих людей, сказано, что и мудрость, и разумение, и как сделать, и которые мудрые сердцем. Действительно, это так. И далее мы с вами читаем, что скиния, сказано им было, чтобы они сделали покрывало. Здесь повторяется в 36 главе то, что видел Моисей, теперь все воплощается это в жизнь, и мы столкнемся с повторениями в некой мере, но сколько бы мы с вами не читали Священное Писание, в любом случае, всегда мы открываем для себя что-то новое. И так было сказано, чтобы сделал скинию резной работы все предметы, которые были там, все, что касалось материала, и, кстати, завесу, сказано, чтобы она была из крученого весона, из голубой пурпуровой черленой шерсти, как мы помним, видел Моисей на небе, так веселил со своими подмастерьями, так можно сказать, воплощает это все теперь на земле. Григорий Великий, святой, видит следующее в этих предметах прообразы. Мы уже читали, я только повторю и сделаю снова, ну, может быть, с другой стороны немного рассмотреть эти стихи. Итак, он пишет, что вся эта двойная ткань, которая крученой работой, пурпуровой, червленой покрывала, она говорит о огне двойной любви. Вот цитата. Неудивительно, пишет святой Григорий Великий, что вход в Царствие Небесное для нас не распахнут, если в этой церкви, которая называется предверием того, что доныне пребывает вне и удерживается любовью к Богу и к ближнему. Вот почему завесу скинии велено ткать, вплетать дважды окрашенную червленую шерсть. Вы, братья, и далее он пишет, вы, братья, завеса скинии, вы, верою покрывающие в сердцах своих таинства небесные, но в завесу скинии должна быть водкана дважды окрашенная червленая шерсть, ибо червленая шерсть имеет вид огня. А что есть благодать, как не огонь? Но эта благодать должна быть дважды окрашена, и внимание, дважды окрашена любовью к Богу и любовью к ближнему. Очень важное замечание, конец цитаты, святителя Григория Великого, двоислово, он пишет так, что любовью к Богу и любовью к ближнему. Из новозаветной истории мы помним, что однажды законник, когда искушал Христа и спрашивал, какая наибольшая заповедь в законе, в Евангелии от Луки, например, 10 глава с 25 стиха, задавал спасителю такой вопрос, и мы читаем с вами 10-25 Евангелия от Луки. И вот один законник встал и искушал его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно, ты отвечал, ты поступай, так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Действительно, вопрос очень важный, как сказано, любовь к Богу и любовь к ближнему. На это сказал Иисус. Некоторый человек, и здесь рассказывается далее притча о милосердном Самарянине. Мы помним, что одного человека избили, он лежал на обочине дороги, и когда шел ветхозаветный священник, то он прошел мимо. Ну, наверное, у него были какие-то дела, может быть, он торопился на какую-либо требу, там, освещение квартир или еще что-то в Ветхом Завете. Вполне возможно, по каким-то своим делам, и он прошел мимо. Далее мы видим, что прошел левит. Кто такие были левиты? Левиты были, так можно сказать, они исполняли служение алтарников в храме и следили за порядком в ветхозаветном храме, но он тоже прошел мимо. Видимо, у него были какие-то дела, может, была другая какая-то подработка, ему за нее платили, поэтому он прошел руководствуясь только своим, каким-то своей целью и намерением. И вот идет иноплеменник, по сути, самарянин. Кто такие самаряне? Самаряне – это классическая секта в иудаизме. У них была, если мы помним, беседу Христа с самарянкой возле колодца, то она с ним спорит и говорит, как вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалимском храме, а мы говорим, что он на горе Геразим. Далее ученики, когда видят, что он общается с самарянкой, они удивились, что он общается с женщиной, да еще и сектанткой, по сути. Дело в том, что самаряне в связи с Виллевенским пленом у них произошло кровосмешение, и их благочестивые иудеи считали нечистыми, и все говорили, что нельзя общаться иудеи с самарянами, как сказано, не сообщаются. Но Христос не чурался общения, и более того, в этой притче он показывает, что человек другой веры оказался более милосердным. Поэтому он говорит, кто ближе, не мой, и указывает. Притча заканчивается тем, что этот самарянин подходит, берет этого человека, сажает его на своего ослика, прежде перевязывает его раны, везет его в дом милосердия, так сказали бы, в больницу или в параллакторий санаторий, где платит за него полностью, говорит, что и сдержишь хозяину этого санатория, я вернусь тебе и отдам. И тогда он спрашивает, как вы думаете, кто Христос у людей, которые собрались, кто был ближний? Они отвечают, конечно, тот, кто оказал ему помощь. Для чего эта притча остается нам до сегодняшнего дня? Дело в том, она и остается нам до сегодняшнего дня, и мы читаем ее за богослужением, и в домашнем чтении, чтобы мы помнили, что иногда люди другой веры, они бывают в неком мире даже, как отсюда видно, более, ну так вот, милосердны по отношению к другим людям. Это нам дается для того, чтобы мы не закостенели в своем неком абсолютилизме. Чтобы мы не сказали о том, что вот мы православные, мы такие люди не от мира сего, поэтому все, что постороннее, нас, все, что вне церкви, нас не касается. Между прочим, народ израильский, ветхозаветный, дошел до такого состояния, когда в твоем таком рассуждении он пришел к тому, как мы видим, к тому состоянию, что, как сказано, когда Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Мы все с вами ожидаем второго пришествия Христа. Чтобы нам не закостенеть в таком самомнении, что дела мира сего нас не касаются, Христос оставляет промыслом своим нам и притчу о милосердном самарянине и беседу Христа у колодца самарянкой. И более того, если мы вспомним с вами событие, о котором сказано, что, помните, десять прокаженных, которых Господь очистил, то сказано, один вернулся только поблагодарить. Ну, понятно, что мы чаще просим у Господи дай-дай, если что-то происходит, то мы уже и благодарить забываем. Утреннее правило мы еще читаем, а вечернее там врутство, и Господи, предаю дух мой, ты же меня благослови, я устал. Понятно, что мы менее благодарны, нежели просящие, но тем не менее, когда говорится о том, что один вернулся поблагодарить, не сказано, и на этом не останавливается ни евангелист Лука, ни евангелист Матфей, но подчеркивает, и тот был самарянин, то есть человек другой веры. Не случайно все эти оставляются образы для нас, снова-снова повторю. Что же нам? Каждому православному человеку, если он не сокращает утреннее правило, необходимо молиться за людей, которые отпали от православия. Есть в утреннем правиле такая, ну что ли, домашняя ектинья просительная, где сказано о том, что погибельным ересьме ослепленной светом твоего познания просвети и святей твоей соборной апостольской церкви причти. Может быть, потому что это как-то правило, вот эти просительные, они срезаны, поэтому, к сожалению большому, некоторые люди из православия, ну не будучи просвещены вам многие духом православного вероучения, как-то отпали от православия, разбежались по разным сектам. Поэтому будем молиться о них и помнить, что Господь заповедовал нам любовь к ближнему, указывая, чтобы мы не закостенели в своем самомнении, вот и на ближнего своего, и в этом удивительном прообразе, который рассказывается, который говорится о скине, о крученной двойной шерсти, как говорит Григорий Великий, что она указывала на любовь к Богу и любовь к ближнему. Далее говорится, что, на что еще стоит обратить внимание, ну как-то говорили о шестах, которые были там, 36 глава, 20-24 стих, что внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Когда читаем, казалось, ну опять какие-то архитектурные указания, но тем не менее, отцы церкви, например, Святой Беды Достопочтенной и многие отцы аллегорической церкви видели в этом очень серьезный смысл. Вот что пишут по этому поводу Беды Достопочтенной. «Следовательно, под шестом, протянутым от верхнего края досок до края другой стороны, в 10 локтей ширины скини, следует понимать прочно удержанное во главе обоих частей досок, чтобы тем самым эта часть скини опиралась не на доски, а на колонны и была прикреплена не хуже, чем другая часть, и могла противостоять могущему возникнуть ветру». Еще интересное указание, что вся скиния была сделана настолько прочно, чтобы никакой ветер не мог ее сдуть. Мы с вами помним и знаем о том, что Христос говорит в Священном Писании «Вы и храм Духа Святого, живущего в вас, и тела ваша суть, храм Духа Святого, живущего в вас». Поэтому здесь есть такое указание, чтобы если какой ветер не подул бы, ветер перемен, сегодня у нас полная свобода, как говорят, свобода слова и вероисповедания, но мы знаем из истории церкви, что такая свобода, и можно сказать, если рассматривать историю, мы уже задержались в этой свободе, уже как-то долго эта свобода и милость Божия по отношению к нам. Поэтому каждому православному человеку хорошо бы было подготавливать свой ум, свои чувства и свою душу к тому, что в любой момент могут произойти гонения и что, как сказано, что дьявол ходит, как ркающий лев, еще кого поглотить. Поэтому какая бы буря ни подула, если наш ум будет укреплен в Господе, то тогда и сердце будет верно ему, то тогда наша воля будет стремиться ходить по заповедям Божьим. Мы знаем с вами, что в Священном Писании есть такая история о сомнении Петра, который шел по воде. Помним, когда была сильная буря, они вскричали, ученики, Господи, погибаем, где ты? Они были без учителя в лодке, а Христос удалился, чтобы помолиться. Событие описывается в Евангелии от Матфея, 14 глава, 28 стих и далее. И апостол Петр, когда увидел, они испугались, кто это идет, Христос им сказал, не бойтесь, это я. И вдруг апостол Петр по своей горячности, как такому некому желанию первенства, он сказал, Господи, можно и я пойду по воде? Господь ему сказал, иди. И Петр действительно встал из лодки, огромная буря, и вот он идет к Спасителю по воде, но вдруг он посмотрел вниз, как же так, в его душе возникло такое смятение, как так, я иду по воде, ведь ветер, ведь волны. И когда он усомнился в словах Спасителя, что он ему сказал, иди, он начал тонуть. Что бы ни произошло с нами такого рыблекрушения, снова и снова повторю, будем укреплять свой ум, будем укреплять свои чувства, о которых апостол Павел в послании пишет, что чувства ваши должны быть навыком, научены для развлечения добра и зла. Будем научать свои чувства разумом, вникая в Священное Писание, о котором сказано вот так же у апостола Павла, «Вникай в себя и в учение, этим себя спасешь и слушающим тебя». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова